Современная почта – это не только разнос писем. Это целый комплекс цифровых услуг. Чтобы их качественно оказывать, нужны квалифицированные кадры. Теперь их будут готовить в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики. На базе ВУЗа появилась кафедра цифровых технологий почтовой связи. Здесь будут обучать инженеров, программистов, аналитиков, дизайнеров с перспективой дальнейшего устройства в почте России. Конечно, современная почта – это пространство цифровых технологий, современных решений, в логистике электронной коммерции. В Кленском фронте решения, которые востребованы теми, кто пользуется услугами Почты России, эту трансформацию переживают все почтовые операторы мира. С идеей реализовать такой проект на базе университета связи выступил депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Парламентер уверен, создание отраслевых кафедр даст импульс для нового развития ВУЗа. Сегодня ВУЗ развивается, кардинально улучшается его материально-техническая база. В этом году мы начинаем кардинальное обновление его зданий, корпусов, учебных, общежитий, приступаем к строительству бассейна ВУЗа. И вижу одну из главных задач в том, чтобы в ВУЗе появилось как можно больше коллабораций между студентами и основными компаниями, структурами, работающими в цифровых технологиях и на рынке связи. Это станет еще одним шагом к формированию на базе ВУЗа инновационного хаба. Здесь есть достаточно большой потенциал для этого, есть отличный технопарк, очень интересные разработки и перспективные. Я уверен, что базовые кафедры внесут туда свой посильный вклад и свои достижения также будут представлены в этом контексте. Для студентов разработали четыре учебных плана. Заведующим кафедры стал директор Самарского управления Александр Вакуленко. Впоследствии базовые кафедры Почты России появятся и в других регионах страны, используя практики и наработки Самарского филиала. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...